Много случаев есть, где мусульманин посягает на жизнь другого мусульманина, по причине, давай возьмем не так, например, и мусульманин на жизнь другого мусульманина, и не мусульманин на жизнь не мусульманина, и вообще на жизнь другого человека, если посягать, по причине каких-то оскорблений. Но давай зайдём так, допустим, мы как мусульмане, вот возьмём и мусульманина, и не из числа мусульман, например. Если мы по причине какого-то оскорбления и так далее, мы посягаем на его жизнь, допустим. Вот оскорбление, что-то там, неожиданно ударил по лицу, например, вырубил Субханаллах. Хотя вот, ну честно, часто бывают такие случаи, когда прям вот хочется щёлкнуть, вот это я, исходя из своего жизненного опыта говорю, бывает хочется дать, да, уже, ну, по ситуации. И вот, каково вот положение, да, моё, ну, давай так возьмём, вот есть случаи в Дагестане, да, вот именно возьмём, там, ножами там порезали, там, постреляли, там, Субханаллах, один другого. Давай вот с этого зайдём, да, вот возьмём вот именно ситуацию в Дагестане. Вот когда один, да, они все, да, мусульмане, все поклоняющиеся, и вот один стреляет, там, в другого по причине чего-то, там, или нападает на него, там, режет его ножом, Субханаллах, дабы, там, доказать что-то, там, себе, там, я не знаю, и окружающим. Вот как, брат, как, вот, что может оправдать такое действие, да, вот, порезать ножом или пострелять его, там, расстрелять, убить? Рок Мухаммад, саллаху алейху ассалям, сказал, То, кто убил, и кого убили, они оба в аду. Когда спросили сахабы, родственникам, понятно, что, кто убил, он в аду, потому что Аллах в Коране говорит, То есть, кто убил верующего, умеренно, намеренно, то его наказание вечное в аду. Ну, понятно, ну, а почему убитый, тоже в аду? потому что если он не убил его бы он бы его убил то есть если была вот такая вот конфликтная ситуация между двумя и они оба уже пошли вышли на так скажем на поле битвы друг друга убивать то есть почему он убил потому что он первым его ударил или первым выстрелил и так далее но тут тоже готовился его убить поэтому его они оба будут наказанным сказал пророк мухаммад касательно всех по отношению к другим людям не мусульман уберем скажем мусульман говорит то кто убил душу не за другую душу то есть это не там не месть око за око жизнь на жизнь тогда опять же мы не призываем там к самосуду это все должно как бы в суде разбираться то есть в шариатском суде разбирался посланник аллаху алиса не так что ты убил его я там за него от тебя отомчу это все рассматривался в шариатском кадре кто кто убил душу не за душу там язык вот просто ему захотелось убить как будто он все человечество убил а кто спас одну жизнь как будто всем людям спас жизнь всему человечеству поэтому это нас то есть это не нам принадлежит это аллах даже мы наше тело даже не на боли не уговорить они защиты второй разведение Наши дети не наша собственность, это создание Аллаха, Аллах нам доверил. Поэтому мы не можем посягать на жизнь, на честь другого человека. Вот касательно чести, Мухаммад бен Сирин, великий муфассир, Тафсир аль-Ахлам, один раз подошел к нему, который давал затолкование с нам, подошел к нему один из людей и сказал, я увидел человека, я видел, как его волосы, они длинные были во сне. Дай мне Тафсир этому сону. Мухаммад бен Сирин сказал, его посадят, если я правильно дам ответ на этот сон, то он будет в тюрьме. Потом сказал, я видел тебя во сне. И так случилось, из-за долгов его посадили в тюрьму. Мухаммад бен Сирина, великого ученого, посадили в тюрьму, и он больше не выходил из тюрьмы, и умер в тюрьме. Один раз только выходил прочитать намаз джаназа за Анас бен Малик. Потому что Анас бен Малик просил, чтобы Мухаммад бен Сирин прочитал за него салат уль-джаназа, погребальную молитву. И перед смертью он сказал следующее. Я долго думал в тюрьме, за что мне это все. И потом вспомнил. Кабле арбаина сана, сорок лет назад, 40 лет назад я сказал одному человеку, о банкрот. И сейчас я сам банкрот, я в тюрьме и умираю в тюрьме. Это касательно чести. Касательно имущества другого человека. Один раз посланник Аллаха подошел, Один из подвижников спросил и сказал Он говорит, один день я им не дадаю зарплату, один день они не дорабатывают, не заслуживают мою зарплату. Тогда пророк сказал тот день, где ты им не додаешь, они с себя возьмут в судный день. А то, что они тебе не дадут, ты с них возьмешь в судный день. И он заплакал. И пророк сказал, почему он плачет? Он не читал аят, где Аллах сказал В судно-день мы установим весы справедливости И ни одна душа не будет притеснена И потом Аллах сказал Даже если он с пылинки сделал Чего-то, забрал чужое То есть мы приведем это, заберет это И достаточно в качестве тех, кто будет спрашивать Нас указывая на свое величие Что касательно жизни другого Те, кто убили Усмана, когда была фитна Усмана, когда зашли в его дом Его супругу ударили Когда супруга хотела зачистить своего мужа И она сказала Что ты мне сделаешь, что ты со мной делаешь Пусть Аллах тебя трубит в руки и ноги И ведет тебя в ад Через какое-то время, через несколько лет И этого человека нашли в городе Куфа В Ираке И у него были отрублены руки и ноги И он кричал О, Аллах, спаси меня, спаси меня от третьего И спросили, что это? Он сказал, я ударил жену Усмана Она проклинала меня Я боюсь, что третье тоже сбудется Аллах меня и ведет в ад Поэтому, субханалу, присягать на честь Имущество Жизнь другого человека запретна Харам Пророк сказал еще Подобно запретности Подобно запретности Этого дня Девятый день Подобно запретности Этого месяца Мухаррам Запретный месяц Аллах Субханалу Поэтому К сожалению, я хотел бы обратиться Ко всем братьям Субханалу Поэтому Гнев Он всегда присутствует И мы должны его тушить Когда во время Один раз Один сподвижник Подошел к пророку Мухаммаду И сказал О, сын, я, Расул Аллах О, посланник Аллаха Дай мне хороший совет Пророк сказал Не гневайся А почему он спросил? Потому что видел, как один попросил Посланник Аллах Саллаху То есть он видит такие вещи Посланник Аллах Первому сказал Восстановили ночную молитву Второму сказал Помоги мне в этом вопросе Делай много земных поклонов Много намаз Читай и будешь в раю Высшей степени рая Вы будешь со мной вместе в раю И этот, не знаю, что бедуин спросит Говорит Дай мне хороший совет Пророк сказал Не гневайся Удивился Всего лишь не гневаться Переспрашивает Дай мне хороший совет Посоветуй мне Пророк сказал Не гневайся Третий раз Дай мне хороший совет Не гневайся Потому что во время гнева Человек делает такие вещи Которые потом сожалеют Во время гнева Человек делает такие вещи Неправильные вещи Необдуманные вещи А все дела его аннулируются Поэтому он что-то делает Через пять минут Хватается за голову Что это? Вот в этот момент Пророк сказал Аллах дал хороший совет Когда у тебя Обладает тобой гнев Если ты сидишь То ты встань Если ты стоишь То ты сядь Возьми Прогуляйся Взял омовение И это все Выйдет из души Поэтому братья Будьте осторожны Будьте аккуратны Порой вы думаете Что вы делаете правильно Ножами Пистолетами Хотите порешать вопрос Дабы здесь Дабы вот в этом мире Обозначиться как-то Ни к чему хорошему Это впоследствии Не приведет В вечность Ну А так Аллах уже Аллах знает лучше